Дороги ремонтируют, но кировчане не рады. Все больше жалоб поступает на качество проведения работ на некоторых участках. Чем именно недовольны прохожие, расскажет Евгения Бакина. Ловкость рук и силу ног теперь проверяют кировчане. На остановке железнодорожной больницы появилась яма длиной в метр и глубиной в 20 сантиметров. Организатор спортивного шоу дирекция дорожного хозяйства. Она и заказала ремонт дорог. Для установки нового бордюра подрядчик сломал асфальт. Дело сделали, только о безопасности людей не подумали. Ведь здесь нет сигнальных лент и дорожных знаков. Полагаться приходится только на себя. Очень плохо, потому что с автобуса плохо сходить, с троллейбуса и заходить. Тут ноги сломать можно и пожилым, и детям, и вообще всем людям. Там посреди краям, а если кто-то в темноте это встанет туда. Могу сломать обязательно. Следующее испытание – перейти улицу Азина по деревянным поддонам. Их положили прямо на вырванный асфальт. Равновесие потеряешь, да и упадешь, смеются кировчане. Для водителей своя угроза – нет предупреждающих знаков о ремонте дорог. Вот и полагаются на свое чутье. А что делать тем, кто не местный? От каждого перекрестка у нас должны стоять даже знаки, которые регламентируют это. Что там в конце этого участка, или плохая дорога, или еще что-то, этого тоже нет. Из другого региона приезжают, но я говорю, можно подвеску легко повредить. А вот тут появились сами дорожники. Спустя несколько дней они все-таки решили привести в порядок Октябрьский проспект, а именно обочины. Один рабочий лопатой высыпает асфальтобетонную смесь, другой уплотняет поверхность при помощи катка. Но первые недочеты все-таки заметил Шамиль Бузиков, общественник. Он специально приехал на место, чтобы лично оценить ремонт. Вот характерные наплывы, вот растительность, которую укатали. Вот там тоже наплыв идет. То есть вот он, вот он, часть видно. Но долго этого хватит, я скажу, что нет. До следующего года мы здесь уже будем наблюдать разрушение. Ямы на проезжей части закатали. Только знак рабочая поставить забыли. Поэтому по свежему асфальту, который и застыть не успел, ездят автобусы. Несколько минут и на покрытии появились следы от покрышек. Характерные вот следы. Тут след, тут след, везде след. Со слов общественника, первый удар на себя всегда принимают обочины. По ним стекают сточные и талые воды. А после зимы сохраняются остатки соли и реагентов, которые разрушительно влияют на асфальт. Эта обочина, если она сделана в таком виде, она подвергается, скажем так, значительному износу. Также влияние агрессивных средств. Тем самым приводит к тому, что к чему приводит. Не выдержало и года обочина в поселке Ганино. Год назад там появился свежий асфальт. Благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Но уже сейчас видны недочеты. О них рассказал общественник Антон Долгих. Высота примерно в ладонь. Вот это все надо чинить. Вон еще. Все это надо ремонтировать. Шамиль Бузиков считает, что пора заключить контракт с новым подрядчиком. Возможно, кто-то другой сможет сделать дороги качественно, без переделок и гарантийного ремонта. И все по новым технологиям, а не по шаблону, как сейчас. Евгения Байкина, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.